Субтитры делал DimaTorzok Компания Huawei представила сегодня смартфон Honor View 10, который уже ранее был показан в Китае под названием V10. Аппаратной основой стал процессор Kirin 970 и 6 ГБ оперативной памяти. Имеется новомодный безрамочный дисплей с диагональю 6 дюймов и довольно солидного качества двойная камера с 16 и 20 мегапиксельными модулями. Продажи начнутся в середине января по цене в 500 евро и надо сказать, что все это выглядит довольно круто. Я сам, как известно, подсел на Samsung, но вторым номером в списке моих симпатий идут как раз флагманы от Huawei. Кто не хочет ждать января и готов потратить немного лишних денежек уже сейчас, тот может обратить внимание на начало продаж в России флагманского смартфона LG V30+. Аппарат стоит 60 тысяч рублей, ну и естественно там все по высшему классу. Отличная основная камера, Snapdragon 835, который мы кстати сегодня уже упоминали, безрамочный 6 дюймовый OLED дисплей с поддержкой HDR10 и так далее, включая защиту от воды и пыли по стандарту API 68. В общем все очень круто и интересно, но отлично мое мнение, за эти деньги лучше взять Galaxy S8. Там все же чуть-чуть побольше прикольных фишек, но тут может я уже фанбойство начал скатываться, не знаю. Главная новость последнего времени это то, что так называемый Burger Gate, большой скандал вокруг платформы Android, наконец закончился. Суть его заключается в том, что пользователи обнаружили, что в восьмой версии на пиктограммике чизбургера сырок находится под котлетой, а не над ней, что вызвало нешуточное бурление в интернете. И благодаря вмешательству генерального директора Google, ситуацию наконец-то удалось исправить. В новом обновлении Android 8.1 сырок наконец-то будет находиться над котлеткой, а не под ней. Ну и заодно подверглись изменению пиктограммки с пивасиком, там наконец-то долили пиво. Кстати, подобным нападкам подвергается и компания Apple, но в данном случае уже виноват листочек салатика, который опять-таки находится под булочкой, а не над ней. Но так я вам больше скажу, если посмотреть кто как рисует этот несчастный чизбургер, то это вообще просто хаос. Я поразился уровню некомпетентности людей, которые работают в столь солидных компаниях. Они чизбургер не могут правильно нарисовать, вы только посмотрите на это безобразие. В общем, если вам все это дело не нравится, то обязательно пишите петиции в соответствующие фирмы. Надеюсь, что там одумаются и тоже перерисуют наконец чизбургер так, как надо. А на сегодня все, до новых встреч и всем пока. О, ну ты глянь, так это же он и есть. И он действительно может разгоняться, причем довольно-таки неслабо. Но об этом всем в соответствующем обзоре, который относительно скоро выйдет. А может и не скоро, учитывая то, что я медленно и по сто лет все делаю.